Это ваши первые олимпийские игры, и вы по этому поводу очень такой эмоциональный пост написали в инстаграме, но все равно должны быть довольны тем, что прошли первую стадию в финалах. Да, но мне что-то больше финал, так хотелось. Ну, да, я довольна, что я доехала, я довольна, что у нас целая команда доехала, и все без положительных тестов. В общем, это сейчас очень важно было и ценно, и я пока не понимаю, какая я по общему этому, я не знаю, какое место сегодня я заняла, но это только начало, кстати, ну, это же мои первые, но не последние. Какого уровня в своей подготовке достиг спортсмен? Нагляднее всего демонстрирует его участие в Олимпийских играх в составе сборной страны. Чтобы войти в сборную и поехать в Пекин на зимние игры, нужно было превзойти всех. Магаданская сноубордистка Александра Поршина смогла это сделать. Сегодня магаданские болельщики торжественно встретили спортсменку в аэропорту «Сокол». Ура! 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 Наша шанса лучше всех! Ура! Ура! Давай, плачь, 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 плачь. Сейчас я к вам приду. Александра, расскажите о твоих первых чувствах наступили на родную еду. Да, это очень офигенно. Ой, спасибо! Страши, спасибо! Скажите, чувствовали нашу поддержку? Конечно, чувствовала, да. Регион-то вообще... Да блин, это все очень круто, очень круто. Это первоолимпийские игры, это не описать и не передать словами. Есть такое, ну, типа, это надо прочувствовать и прожить. Я очень, у меня очень большой опыт появился, ну, то есть, у меня открылись какие-то суперспособности крутые, которые теперь нужно применять и готовиться к следующим играм, потому что это только начало. Спасибо, мы вас поздравляем! Спасибо! Спасибо, мы рады, поздравляем! Спасибо большое! Магаданцы, болевшие за Александру, то и дело окружали спортсменку в погоне за автографами. Мы очень гордимся, мы очень гордимся, что наши магаданцы там бывают. Мы очень гордимся Саше, что она входит в топ лучших сноубордисток мира. Мы рады, что она приехала. Очень волнительно, очень трепетно все это. Мы очень за нее рады. Да, конечно, конечно. Что больше всего понравилось в ее ступенье? Да она вообще умничка, я вообще не могу сказать ни с чем сравнить, просто умничка. Представители магаданской молодежки ОНФ получили автограф Александры на брендированном флаге фронтовиков. Это наша гордость, не каждая колымчанка-сноубордистка смогла добраться до четвертьфинала. Мы просто гордимся и в следующей Олимпиаде нам наверняка станет чемпионкой. Мы в это верим. Александра Паршина и Александра Кустова – основные фигуры для Магаданского центра спортивной подготовки сборных команд Магаданской области. Это наши основные сотрудники, что Александра Паршина, что Александра Кустова, они у нас состоят в штате, это наши спортсмены-инструктора. Мы очень рады, что вот та наша работа, которая проделана годами, она дала свои плоды. У Саши, если мы говорим про Паршину, был такой, скажем, неоднозначный путь на Олимпиаду в том плане, что она столкнулась рядом с таких препятствий, да, организационного плана, ну не с нашей стороны, да. И она вот именно пробилась и попала на Олимпиаду благодаря своим результатам. Напомним телезрителям, что Александра Паршина сумела занять 14-е место в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, она единственная из россиянок, кто вышел в четвертьфинал. К сожалению, она не смогла пройти дальше, но весь Магадан по праву может гордиться землячкой. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально до вечернего Магадана. Все, до свидания. До новых встреч, увидимся. В 2004 году.